Лев, я обещаю тебе, брат, я не оставлю тебя, иди в институт, как и договаривались я буду присылать деньги, сказал Давид перед отъездом из Ленинграда в Харьков. Лев собирался продолжить образование, но еще до начала семестра его призвали в обязательную армию на три года. Как только его семья узнала о его призыве, Иосиф попросил у него разрешения временно поселиться в комнате Льва. Лев, конечно же, не возражал. Иосиф и Зина с малышом переехали в Ленинград. Три долгих года Лев обменивался письмами с родителями и своей любимой Бетти. Бетти работала на разных временных работах, а вечером ходила в профессиональное училище. Единственная школа, в которую она могла поступить. Бетти прожила у тети Рики пару лет, отдавая ей все деньги, которые могла заработать, и помогая заботиться о ее муже Греге и Майе. Затем Бетти с отличием окончила школу, нашла постоянную работу на городской фабрике и заработала достаточно денег, чтобы платить Рики за аренду и помогать матери Саре и сестре Аде. Сара и Ада переехали в Минск в надежде найти работу. Они сняли комнату в трехкомнатной квартире и купили швейную машинку на деньги, которые им прислала Бетти. Эта машина была их единственным источником дохода, и мало-помалу их жизнь начала улучшаться. На деньги, которые им прислала Бетти, они смогли купить кое-какую мебель. Это было радостное событие. Соседи их ненавидели. Эти евреи всегда все скрывают. Шептались они друг с другом. Вы видели швейную машинку, которую они купили? Да. Мне интересно. Откуда у них на это деньги? Спекулируют, наверное. А что еще? Эти евреи всегда находят выход. Да. Сначала швейная машинка. А потом красивый шкафчик. Я бы хотела иметь такой. Да. Я тоже. Я тоже. Работа на конвейере была изнурительной. Но Бетти была благодарна за эту работу. Однако, она не отказывалась от своей мечты стать врачом. Она подала заявление в медицинский институт. Показав им свой красный диплом из профессионального училища. Но ей было отказано без объяснения причин. Она подала заявление в школу мечестер. Но ее заявление тоже не приняли. Неожиданно ей повезло. Секретарь школы мечестер любезно дала ей совет. Они не примут тебя. Даже не старайся. Поверь мне. Ты не первая еврейка, попытающаяся поступить сюда. И что мне делать? Да тебе вовсе не обязательно ходить в эту школу. Ты можешь учиться самостоятельно. А потом просто сдать необходимые экзамены. Вот возьми список учебников, которые тебе нужно изучить. Спасибо большое. Воодушевилась Бетти. Удачи тебе. Это была очень трудная задача. Некому было задавать вопросы. И невозможно было знать, правильно ли Бетти поняла предмет. Однако она твердо решила стать медсестрой и шла к этой цели. Коммунистическая партия заявляла, что все люди равны. Однако антисемитизм существовал на всех ступенях общества. Антисемитизм был неписанным законом в стране. Многие евреи переехали в большие города в поисках лучших возможностей. Но найти работу было чрезвычайно сложно. Их не приветствовали новые соседи, детей не принимали в систему образования. И при приеме на работу, как только секретарь по трудоустройству открывал их паспорт и читал в пятой графе «Национальность еврей», им было отказано в предоставлении работы по фабрикованным причинам. Сталин решил решить эту проблему, очистив западную часть страны от всех евреев, переселив их на Дальний Восток. Другими словами, в Сибирь – место содержания заключенных. Безработица в западной части страны была чрезвычайно высока. Сталин подумал, что переселение евреев на Восток также решит проблему безработицы. Так как освободится много рабочих мест, которые были заняты евреями. Сталин призвал евреев стать добровольцами и построить новую независимую еврейскую область на Дальнем Востоке. Он пообещал добровольцам работу, жилье и благополучное будущее. Самуэль работал на заводе кузнецом. Но работа не была стабильной. Ему приходилось очень часто оставаться дома, и это отражалось на величине зарплаты, которая и так была небольшой. У Сары не было постоянной работы. И случайные заработки не приносили достаточного дохода в семью. Им не хватало денег на еду, и Сара снова забеременела. Возможность жить на своей родной еврейской земле воодушевила Самуэля и Сару. Они не знали, что их ждет впереди, и им нечего было терять. И они решили ехать и строить еврейскую автономную область на Дальнем Востоке. Надеясь на лучшее будущее. Сара и Сэмюэль приехали в центр переселения и с удивительной легкостью прошли все бурократические процедуры, что включало лишение их права жить в городе в Украине. Они еще не поняли, что их просто обрекли на ссылку на всю оставшуюся жизнь. В поезде ехали тысячи добровольцев, полны надежд и мечтаний, увлеченно распевая патриотические и популярные песни, выпивая водку и мечтая о чудесном будущем. Но через несколько дней радостный тон изменился. Люди устали от долгого путешествия, еды и водки становилось меньше, и депрессия пустила свои ростки. Чем дальше на восток шел поезд, тем меньше деревень он проезжал по пути, и возможность купить немного еды уменьшалась с каждым часом. Многие голодали, болели и умирали из-за неимения медикаментов. Поезд проезжал села и небольшие города, пересек Уральские горы, миновал озеро Байкал, мчался по сибирским лесам и по берегу реки Амур четыре долгие недели, пока наконец не прибыл в место под названием Биробиджан, еврейской автономной области. Была поздняя холодная осень. Путешествие было очень утомительное. У людей кончились припасы продуктов. Было много больных, нуждающихся в помощи врача. Тысячи людей сошли с поезда и оказались в открытом поле. Поезд продолжил путь, оставив их позади. Они преодолели тысячи миль для того, чтобы быть брошенными посреди холодной дикой пустыни. Негде было обмыть себя после долгого пути, негде было согреться. Вдали виднелись несколько небольших зданий. Но приезжих туда не пустили. Это были тюрьмы и военные объекты. Это было начало эры обещанных рабочих мест, еды, жилья и светлого будущего. Казалось, выжить не удастся никому. Это был не первый случай в горькой и печальной еврейской истории. Когда людям приходилось выживать, несмотря на погромы, опустошение, изоляцию и несчастье. Климат на Дальнем Востоке чрезвычайно суров. Летом температура поднималась до 45 градусов по Цельсию. А зимой опускалась до 50 градусов ниже нуля. Поскольку лето было коротким, сельское хозяйство здесь не было развито. Животные, такие как коровы, лошади и куры, не смогли здесь выжить. Лишь некоторые породы собак, медведей и тигров могли выдержать суровый климат. Первые несколько дней были самыми трудными. Через несколько дней пришел поезд с картофелем, хлебом и маслом. Но еды на всех не хватило. Поэтому смертность не становилась меньше. Много людей погибло. Но многие выжили, и семья Самуила оказалась в их числе. Мужчины собрались вместе, чтобы выкопать землянки. Но потом узнали, что это невозможно, потому что земля уже замерзла. Чтобы согреться. Они набрали дров в ближайшем лесу и развели костры. Затем нарубили лес и построили временные сараи, которые позже называли бараками. Охотиться было легко, потому что лес раньше не знал охотника. Ловить рыбу тоже было легко, потому что красивая река Бира неподалеку была полна рыбы. Бира была домом для осетровых рыб. И вскоре люди научились консервировать рыбную икру с солью. Которая стала их основной едой круглый год. За несколько месяцев Биробиджан превратился в город. Место было неузнаваемым. Жизнь, которая поначалу казалась невозможной, стала терпимой. Из ничего материализовались новые дома и несколько магазинов. Был построен небольшой завод, где разделывали и консервировали свежую только что пойманную рыбу. Неожиданно, Самуэль приобрел популярность. Он построил кузнечную мастерскую, где выполнял всяческие заказы. В том числе железные и стальные инструменты. Решетки, перила, мебель, сельскохозяйственные и кухонные инструменты. И иногда делал подковы, которые сам прибивал к лошадям. Сара работала портмихой. А Даниэл заботился о своей новорожденной сестре Ине. Сначала семья жила в бараке вместе со всеми. Но потом построили небольшой однокомнатный бревенчатый домик и были счастливы. Жизнь была настолько жестокой и тяжелой, что молодая семья считала, что им очень повезло. У них был свой собственный дом. Они были уверены, что принятое ими решение переехать на Дальний Восток было единственно правильным решением. И, возможно, так оно и было. Они жили там свою жизнь, встречая одно неожиданное испытание за другим. Однако они никогда не жаловались, поскольку были благодарны тому, что имели. Сара и Сэмюэл жили в другой части страны, которая казалась другой планетой, и ужасно скучали по своим братьям и сестрам. Они обменивались письмами, и помогали друг другу как могли. Сара и Сэмюэл отсылали в Украину посылки с домашней икрой. И всегда получали весточки от своих любимых братьев и сестер. Дорогая Сара, Аарон писал своей сестре. Спасибо за твои письма. Я тоже очень скучаю по тебе. Спасибо за икру. Я никогда раньше ее не пробовал. Но Анна пробовала, когда готовила еду для вечеринки своего босса. Я храню икру для особого случая. Я рад читать истории про твоих детей. И самое главное, что тебе есть чем их кормить, чтобы они хорошо росли. И что в твоем доме тепло. Ух ты, у вас есть дом. Хорошо жить в своем доме. Я помню, когда мы жили в нашем доме с бабушкой и дедушкой. Как же тогда было хорошо. Наша маленькая дочка Лия тоже быстро растет. Ей уже три года. Она такая милая девочка. У меня есть разные новости. Неприятные и приятные. Начну с неприятных. Хотя думаю, ты не захочешь иззнать. Но я не могу тебе не сообщить. Наш отец пришел ко мне. Как-то он меня нашел. Давно не виделись. Люди говорили, что он дважды женился. А затем дважды развелся. Ты можешь в это поверить. Надеюсь, у него не осталось детей. Которых можно было бы оставить умирать. Он зашел. Помолчал, спросил, как у меня дела, осматривая мою комнату, словно искал сокровища, которые я спрятал. Я его так ненавижу, что от злости вытолкал его за две, сказав, чтобы он забыл ко мне дорогу. Он не извинился и не раскаивался. Впрочем, у него не было возможности для этого. Я все равно никогда ему не прощу. Есть еще одна плохая новость. Сэмюэл. Хана собиралась выйти замуж. Но ее парень умер. Я не знаю подробностей. Я просто знаю, что они были очень счастливы вместе. И твоей маме он тоже нравился. Надеюсь, она найдет кого-нибудь еще. Ну а теперь о хорошем. Селия родила девочку. Они назвали ее Атта. Их старший, Григорий, еще под стол ходит. Но он уже старший брат. Фейга скоро родит третьего ребенка. Надеются на мальчика. Но Анна, глядя на живот, сказала, что это девочка. Не знаю. Как женщины это определяют, глядя на живот. Посмотрим. Саймон, как обычно, шутит по этому поводу. Он никогда не перестанет дурачиться. Он заявил, что в том, что у Фейги только дочери. Виновата Анна. Он сказал, что Анна не добавляет достаточно остроты в еду, которой кормит Фейгу. Он очень веселый, но шалопай. Он каждый раз встречается с новой девушкой и говорит, что на этот раз все очень серьезно. Но какой он был таким, он и остался. У меня есть еще одна отличная шокирующая новость. Сара, ты готова? Майер, женится. Танцуй. Его девушка русская. Ее зовут Ольга. Ты, возможно, ее помнишь. Она очень маленькая и милая. Со светлыми косами. Которые она всегда заплетает в круг на макушке. И, наконец, у меня есть последняя отличная, но, к сожалению, неважная новость. Отличная, потому что на выпускных экзаменах я получил отличные оценки и тут же подал заявление в школу пилотов. Неважная от того, что меня не приняли. Придумали какую-то глупую отмазку. Мол, это не моя специальность. Я показал им, что я авиамеханик и работаю в городском аэропорту. Что может быть лучше этого? Они сказали, что проверили мою надежность. И хотя мой опыт превзошел их ожидания, они не могут сказать того же о моей надежности. Я спросил их, что я сделал не так, чтобы мне не доверяли. И они молча указали мне на дверь. Нам нет места в этой стране, Сара. Мы обречены жить жалкой жизнью. Без мечты, без стремления, без будующего, без выхода. Аарон Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!